МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С точки зрения украинской стороны в пропаганде, в разжигании ненависти и Совет по безопасности Украины решил, что они действительно представляют собой угрозу национальной безопасности эти люди. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Мельван. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр представляет газету, руководитель которой находится в этом санкционном списке, а это Павел Гусев. Павел Гусев в нашей передаче участвовать будет тоже сегодня, но ситуация складывается так, что у него в 19 часов эфир на радио «Эхо Москвы», он заканчивает этот эфир и переключается на наш эфир. Так что мы делим с коллегами сегодня Павла Гусева. С нами на связи Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер. Виталий Портников мой коллега, он работает в украинской службе радио «Свобода», очень знаком прекрасно со многими журналистами, российскими, украинскими. У него тоже наверняка есть взгляд свой на эту историю, тем более, что она не новая совсем, потому что списки российских журналистов пополнялись и пополнялись все это время, за время этой войны, горячей, холодной, пропагандистской и разного рода другой войны. И мы будем обсуждать вот свежие. И с нами вот-вот на связи появится ваш коллега Александр Айдер Муждабаев, который работает сейчас в Киеве, он работал в «Московском самолеце», знает вашу газету не понаслышке. Ну что, 20 лет он у нас отработал, заслужился до заместителя главного редактора. А завтра я поеду к нему, в том числе и к Матвею, и к нему. Вот вы завтра, это просто чудесная история, что Александр прямо из нашей студии, из «Огня до в полыме». Завтра, да, в часах вечера. Ну, мне хочется вот так вот, знаете, как бы... Ну, по-моему, все это да. Практически да. Для красоты, вот так вот, для красивой фигуры речи сказать, что вы прямо из нашей студии, в Киев. Ну, в общем, так получается, что действительно почти сразу. Вот, гостей я вам перечислила, мы Айдеры подключим вот-вот. И начнем разговоры с вами, Александр, с вашей реакцией, человеческой, журналисткой, на то, что вы имя своего главного редактора увидели в этом списке. А в списке первый канал, второй канал, российская газета, Life News. В общем, достаточно известная комсомольская правда. И вот вдруг «Московский комсомольц». Что вы, о чем вы подумали в эту минуту? Ну, я воспринял это как личное оскорбление, что я и написал у себя в газете и на сайте «Эхо». Потому что я могу повторить, Лен, если это нужно, что я считаю, что я работаю в самой лучшей, самой свободной газете. По крайней мере, я себя так чувствую. Я, если мы говорим на тему Украины, никогда не поддерживал то, что делает Россия там. Можно сказать, что агрессию на Украине, я всегда ее критиковал, и у себя в газете прежде всего. Поддерживал всегда Надежду Савченко. И я не приемлю то, что Россия начала эту войну. Гусев всегда меня поддерживал в этом. Ну, процентов на 95, как я там написал. Всегда был на моей стороне. Всегда меня прикрывал. Я это очень ценю. Очень дорожу этим. Вот, если мы говорим на тему Украины. И я поэтому всегда писал и пишу у себя в газете то, что думаю, и то, что считаю нужным, и то, как я чувствую. И Гусев это понимает абсолютно. Есть еще такие журналисты, которые делают то же самое. Это вопрос к самим журналистам. Есть другие журналисты, которые, возможно, имеют другое мнение. И они, некоторые из них, поддерживают ДНР, ДНР и ЛНР. Это, возможно, их право, потому что они так думают. Есть, может быть, еще какие-то люди, которые только исполняют то, что им прикажут. Это я не знаю. Я в это не вхожу. Я отвечаю за себя, прежде всего, за газету, как я ее вижу, и за главного редактора, хотя, надеюсь, он скажет еще тоже свое слово в этой программе. Я считаю, что Московский комсомолец — это газета мнений разных. Это свободная газета. Я имею честь в ней работать вот уже почти 20 лет. Я дорожу тем, что я являюсь обозревателем газеты «Московский комсомолец». Вот с нами на связи Айдер Муждабаев. Айдер, здравствуйте. Айдер, здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу скажу нашим слушателям и зрителям. Очень тяжело было уговорить Айдера участвовать в этой передаче. Очень тяжело. Это просто вот он пошел мне лично навстречу. Сказал, что раз уж такое дело, хорошо. Но он не хотел, это я объективно говорю, потому что тяжело, потому что он давно оттуда ушел. Год уже Айдер работает в Украине. Тем не менее, у него есть своя позиция по этому вопросу. Вот я на него давила тем, что раз он высказал в Фейсбуке свою позицию, то почему же не высказать в нашем эфире. И в конце концов Айдер вот пошел мне навстречу. Айдер, спасибо вам большое за это. Я хочу спросить вас, вот когда вы увидели этот список журналистов, я давайте его прочитаю, чтобы все-таки хорошо наши слушатели понимали и зрители, что это за люди, что это за издание. Давайте я их перечислю. Это первый канал Константин Эрнст. Это главред московского комсомольца Павел Гусев. Это главред информагентства Регнум Виген Акопян. Ну, честно сказать, я его не знаю. Кто это, что это. Вот тут есть какие-то имена, которые я просто их не знаю. Или там, например, главред сайта Новороссинфо Андрей Сурков. Тоже понятия не имею, что за сайт, что за человек. А вот дальше, более-менее понятно. Глава интернет-холдинга Правда.ру Вадим Горшинин. Главред интернет-портала Life.ru Александр Потапов. Главред российской газеты Владислав Фронин. Главред журнала «Русский репортер» Виталий Лебин. Гендиректор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Глава дирекции общественно-правового вещания НТВ Андрей Куницын. Главред телеканала «Раша Тодэй» Маргарита Симоньян. Главред комсомольской правды Сунгоркин. Гендиректор ВГТРК Добродеев. Бывший гендиректор НТВ Кулистиков. Задним числом он попал в санкционный список. И ведущая воскресного выпуска программы «Время на первом канале» Ирада Зейналова. Гендиректор телеканала «Лайв» Ашот Габрильянов. Гендиректор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский. Тут назван Александр Потапов «Лайфру», но он, по-моему, главный редактор газеты «Известия» также одновременно является. Вот скажите, пожалуйста, Айдер, вы эти издания знаете, вы примерно представляете какой они направленности. У вас есть ощущение, что неравный вклад во всех этих изданиях существует в информационную войну с Украиной, которая завернула Россию? Мне очень тяжело вообще говорить на эту тему. Но, во-первых, потому что я живу в Украине, я воспринимаю эту реальность уже здесь, с украинской стороны. С той точки зрения, что здесь идет война. А в России война не идет ни в умах, ни в сердцах, нигде. А здесь она есть. Это первое. Второе. Дело в том, что я очень уважаю и люблю Павла Гусева. И первое, что мне пришло в голову, когда я увидел этот список, конечно, он там «Белая ворона». В этом всем списке. И я вот в той борьбе, которую отчаянно, которую он сейчас ведет с Киселевым, с таким наконечником пропагандистской машины, вот этой, кремлевской, я, конечно, хотел бы его поддержать. Хотя я не вижу тут, к сожалению, может, я пессимист, но я не вижу тут никаких вариантов победы. Потому что Киселев является лицом пропаганды, оголтелой. Это человек, которому должны верить эти миллионы людей, которых обрабатывает власть и зомбирует. Поэтому Агутев, он человек с нравом, человек со своими убеждениями. Человек такой, ну, он никогда не был там шестеркой, каким-то слугой, каким-то, ну, мне трудно подбирать слова, но все, что мерзкое можно сказать про тех людей, про него сказать, конечно, нельзя. Но, с другой стороны, я вот опять, учитывайте то, что я здесь нахожусь, в Киеве уже почти год, и я понимаю, что в том, что Павел Николаевич попал в этот список. Вот со стороны Украины нет вообще ничего личного к нему. Объясню, почему. Имя Павла Гусева вообще никогда не слышал, чтобы оно где-то обсуждалось. Имена разных пропагандистов и так далее обсуждаются постоянно в Украине, потому что они на слуху, в том числе и те, которые в этом списке. Про Павла Гусева я ничего не слышал ни разу. Все, что говорил о нем, наверное, это только я, и только вспоминая хорошее. Я 20 лет проработал в МК, для меня это родная газета. Это еще раз очень лично, и поэтому я не хотел в этом эфире части принимать, потому что на самом деле я волнуюсь просто по-человечески. Что еще хотел сказать, что просто с украинской точки зрения все, что публикуется в российских СМИ сейчас, а в любом случае там настроения в обществе такие, и запрос читательский такой, и степень цензуры такая, цензура многовекторной, и официальной, и неофициальной. Это совсем другой мир, чем тот, в котором сейчас живет Украина. Для Украины совершенно все равно. Здесь это просто кто-то составлял список и туда его включил, как представитель российского крупного СМИ, в котором, безусловно, публикуют материалы там за Новороссию, так называемую, и в поддержку, в том числе, вот всех этих агрессивных действий России на Донбассе и аннексии Крыма. И вот украинцам просто, им абсолютно все равно, какие еще мнения публикуются одновременно в МК. Для них вот достаточно одной, двух, трех публикаций. Понимаете, это страна противник, страна, напавшая на Украину, страна агрессор. Поэтому украинская логика здесь такая, на мой взгляд, безличностная, по отношению к Гусеву точно. Но это я просто знаю, я тут живу, и ничего тут личного по отношению к нему нет. Может, кто-то там вписал его, зная там что-то, не знаю вообще, для меня темный лес, как эти решения принимаются. А перемещаясь в российское пространство, я понимаю, что он сражается там и сражается в неравной борьбе, уже не первый год. И, конечно, газете приходится сдавать бастион за бастионом, как и всей российской прессе. Сужается пространство свободы, о чем неоднократно сам Павел Николаевич говорил в разных эфирах, я внимательно его читаю. Да, приходится все чаще выбирать выражения подходящие, чтобы газету не закрыли. Приходится, конечно, идти на разные, ну что говорить, если даже сайт Медузы, который формально является сайтом Евросоюзского союза, Латвии, если даже он вынужден играть по правилам Роскомнадзора, по правилам установленных властями, это очень узкие рамки. То, что говорить там про СМИ, которые существуют на территории России, там дождь, эхо же тоже в таком же положении, в принципе, и МК. Степень давления разная. Насколько я помню, к Павлу Гусеву всегда очень плохо относились в Кремле. Ну, по крайней мере, достаточно влиятельные люди. Была травля, я помню, еще и работал. И Саша помнит, как травили Гусева, как устраивали против него всякие компании, мечтали закрыть газету и все такое прочее. Но сейчас и московские комсомолицы, и вообще российскую прессу душат уже не какая-то компания, а в целом атмосфера. Кислорода не остается. И поэтому для меня это очень, Павел Николаевич, в данный момент очень трагическая фигура. Это невероятного размера личность, которая просто оказалась в такой ситуации, когда не остается воздуха. Ну, мне очень тяжело говорить. Мне это все очень не нравится, что происходит сейчас в России с прессой вообще, с газетой, где я проработал 20 лет в частности, и с человеком, который во многом сделал меня профессионалом лично. Спасибо, Айдер. Я благодарна вам, тем не менее, что вы, несмотря на это, вот находите в себе моральную силу участвовать в нашем эфире, потому что разговор сложный, тяжелый, я понимаю. Мы вот покажем вам, что сказал Дмитрий Киселев о Павле Гусеве чуть позже, потому что тут как бы наслоение двух сюжетов идет один на другой. Вот санкционный список, реакция Павла Гусева на то, что он попал в этот список, и реакция Дмитрия Киселева на реакцию Павла Гусева, и потом реакция Павла Гусева уже на реакцию Киселева, там любопытная цепочка, перед которой я хотела бы спросить все-таки Виталия Портникова. Смотрите, Виталий, вот мы смотрим на, видим этот список, видим имена, видим средства массовой информации, и совершенно очевидно, даже невооруженным глазом для человека, который не обязательно читает московских комсомолиц от корки до корки, мы прекрасно понимаем, что вот в этом списке есть средства массовой информации, которые занимаются тотальной пропагандистской обработкой, средства массовой информации, которые можно назвать средствами оружия массового поражения, и есть другие издания, есть тот же вот московский комсомолец, в котором, как вы слышали, может быть, вы его не читаете, но вы допускаете, то есть вы, наверное, надеюсь, верите своим коллегам, что там есть разные точки зрения, что совершенно невозможно представить на каком-нибудь первом канале или на втором, где с другой точки зрения можно прийти только в ток-шоу для того, чтобы помочь им сделать рейтинг, и для того, чтобы из себя сделали мальчика для битья. С одной единственной целью вы ходите туда с этой точки зрения. Больше в другом варианте это представить нельзя. В МК вы эту точку зрения свою, другую, можете все-таки достаточно свободно и широко публиковать, без боязни, что вас затопчут и заклюют, как это делает Александр Милим. Считаете ли вы, Виталий, правильным, верным все-таки уравнивать оружие массового поражения с изданием, которое позволяет себе, ну, там какие-то вещи, может быть, неприятные Украине, но, тем не менее, с попыткой сбалансировать их другими вещами, которые кажутся Украине объективными? Добрый вечер. Да. Ну, мне менее всего хотелось бы, чтобы наш с вами разговор, Елена, превращался в разбор личного дела главного редактора бывшей комсомольской газеты и самого издания. Потому что, мне кажется, что суть происходящего – это поступательное вот такое вот нежелание Украины видеть на своей территории руководителей тех средств массовой информации, которые заняты пропагандой войны в том или ином виде. Наверное, российскому зрителю, слушателю, читателю очень важно, что где-то идет тотальная пропаганда, а где-то она перемежается разными мнениями другого типа. Для нас здесь, для страны, часть территории, которая оккупирована российскими войсками, для страны, где российские войска находятся в Крыму и на Донбассе, для страны, где полтора миллиона беженцев, для страны, где люди теряют жизни, кровь и здоровье из-за России и из-за массовой поддержки ее гражданами, анексистской и агрессивной политики Путина. Извините, для нас это все равно что разбираться в разных сортах дерьма. Я здесь не в медицинской лаборатории и не собираюсь искать спирогет. Я свою первую статью в газете «Московский комсомолец» увлековал 26 лет назад, когда ни Александр, ни Эвер, мне еще и не работали, и в перспективе этого еще не видели. Это, между прочим, была статья «Украина в желто-голубом». «Московский комсомолец» был первым изданием, который напечатал статью о грядущей независимости моей страны и о том, что большинство ее жителей не собирается оставаться ни в каком государственном единстве с Россией, а думает о будущей свободе и государственности. Это тогда был не тренд. И понятно, что в «Московской комсомолец» действительно тогда появлялись статьи, в которых была информация о каком-то там «Едином союзе», «Горбачевской перестройкой», вся та чушь, которая уже через год стала совершенно неактуальной ни для нас, ни для россиян. Но, тем не менее, я согласен, что это была газета «Мнение». Люди имели разные мнения. А вот то, о чем лукаво говорит Александр Мельба, что он печатает статьи честные, что вот он так думает об Украине, и главный редактор его поддерживает, хотя в заявлении господина Гусева мы не увидели такой поддержки, мы увидели лживую характеристику, подлую, украинской государственности и украинской демократии. И позор ему за такую оценку. Стыдно ему должно быть, если он честный человек. А вот там работают и печатаются другие люди, которые имеют другие мнения. Так вот, я хочу сказать вам, Александр, это не другие мнения. Это пропаганда войны. И тем опаснее роль газеты «Московский комсомолец», что она, печатая ваше мнение и рядом с ним пропаганду войны, уравнивает эти две позиции в общественном сознании. И тем опаснее ваша личная ситуация, что вы, человек, который представитель... У вас в семье, очевидно, есть люди, которые... Родственники, которые погибли в результате Холокоста, как и у меня. Я в этом не сомневаюсь. И есть память об этом. Вы работаете в газете вместе со штрейхерами. Вы работаете в газете вместе с людьми, которые практически обеспечивали Холокост. Читая статьи и слушая радиопередачи, которых разбивали черепа нашим с вами родственникам, слушателям и читателям. Вот с кем вы работаете. Понимаете? И да, Павел Гусев... Почему именно Гусев попал в этот список? Там нет многих других людей. Я надеюсь, что списки эти будут расширены. Что тогда будут попадать и другие руководители российских средств массовой информации. Я вообще не понимаю, почему нужно разговаривать на эту тему с кинокритиком. Знаете, я не сомневаюсь в порядочности кинокритиков. Я когда стажировался в те же студенческие годы в газете «Правда», Георгий Капралов, которому я много научился в журналистике, был порядочнейшим человеком, который мог спокойно писать то, что хотел. Телекритик — это как раз другое, особенно сейчас. Я пишу о нашем телевидении и изоблачаю то вранье и пропаганду, которая идет с наших экранов. Конечно. Вы это делаете. Но еще раз вам напоминаю, рядом с вами находятся совершенно другие люди. Вы в коллективе с негодяями. Это тоже простой факт, о котором никогда не нужно забывать. Когда вы работаете. А телевидение тоже проще писать, чем политики, простите. Телевидение — это всего лишь экран. Мы тут занимаемся немножко другой деятельностью. Господин Гусев занимается немножко другой деятельностью. И это тоже такая очевидная совершенно вещь. Вы знаете, коллеги дорогие, я сейчас предоставлю возможность Александру ответить. Я просто хочу ввести все-таки, вот теперь ввести слушателей и зрителей в курс дела, потому что Виталий оценивает цитаты Павла Гусева, которые наша аудитория не слышала. Давайте-ка я все-таки всю эту цепочку, правильно я сделаю, если я воспроизведу всю цепочку. Итак, сначала идет указ Порошенко об этих, которые публикуют эти имена. Дальше. Павел Гусев выступает со следующим заявлением. Он говорит, что я удивлен, что президент Украины ввел санкции против одного из немногих независимых СМИ России и человека, который является собственником и главным редактором этого издания. Я всегда выражал независимое мнение и никогда не считал себя врагом Украины. Все мое детство прошло на Украине в Бердичеве. Более того, я учился в украинской школе даже на украинском языке. Повторю, я никогда ничего не имел против Украины и украинского народа, но то, что делается сегодня на Украине, меня поражает и зачастую шокирует. Удивительно, что страна, которая стремится к демократии, как это утверждает господин Порошенко, в то же время борется с журналистами. Это очень похоже на режимы, которые существовали когда-то в Испании в 30-е годы, в Португалии, в Германии. Все это напоминает времена, предшествовавшие Второй мировой войне. Борьба с журналистами и персоналями, которые занимаются журналистским бизнесом, это показатель несвободной политики, боязни свободы слова, журналистов, руководителей СМИ, показатель абсолютной бесперспективности дальнейшего развития такой политической системы. И дальше, после этого заявления, которое нам с вами скорее кажется жестким в адрес украинских властей, вдруг выходит программа «Вести недели», которая часть монолога своего Дмитрия Киселева посвящает публикации Александра Мельмана, как раз разоблачившей некоторые натяжки или прямую ложь в одном из сюжетов программы «Вести». А дальше идет прямое выступление, прямой монолог, прямое обвинение Дмитрия Киселева Павла Гусева, которое я предлагаю сейчас послушать. Уж если о московском комсомольце, то, к слову, его главный редактор и собственник Павел Гусев странным образом возмутился в ответ на объявленные против него президентом Порошенко санкции. Странным образом, потому что санкции от майданута властей Украины наложены уже на сотни наших журналистов, издателей, политиков и деятелей культуры. Но лишь Павел Гусев в ответ возмутился. Мол, как же так? Я же свой, буржуинский. Какая несправедливость? Я же в России не такой, как все. Один из немногих независимых. И даже учился в украинской школе. И вообще занимаюсь журналистским бизнесом. Про журналистский бизнес особенно прикольно. На что Павел Гусев написал новый ответ, в котором назвал Киселеву негодяем из Иксота, примазавшимся к российской журналистике. И высказал еще раз следующие вещи. Тебе, не умеющему читать и слушать, еще раз повторяю, я коренной москвич, но долгие годы жил на Украине, учился там и так далее. Любил, люблю Украину, но не приемлю того, что сейчас происходит там. Для меня этот режим не совместим с демократией. Моей родиной всегда была Россия, я являюсь патриотом России. Но и мне стыдно, что люди, не умеющие читать и вникать в смысл написанного, имеют отношение к нашей профессии. Ты не самый лучший из них, ты глупый и ограничен. Дальше он снова новый всплеск фонтан упреков в адрес Дмитрия Кислева отправляет. Но при этом, как мы замечаем, мысль его остается той же. Сегодняшняя Украина, сегодняшний режим на Украине, с точки зрения Павла Гусева далек от демократии, это то, что он не приемлет. Ну вот теперь, когда мы ввели слушателей в курс дела, Александр, пожалуйста, вот все, что вы подумали, пока говорил с вами Виталий Портник. Ну, то, что говорит Виталий, я бы все-таки посоветовал ему по возможности почитать то, что пишут московские комсомолицы, чтобы как-то предметно говорить на эту тему, почитать, что я пишу про телевизор и про ту пропаганду, которая несется с нашего экрана и со стороны Киселевой, Соловьевой и так далее, и так далее, которую я всеми силами стараюсь разоблачать. И Павел Гусев всегда на моей стороне, и всегда это публикуется. Да, может быть, здесь какое-то бывает редкое смягчение, потому что мы как бы живем в реальных сегодняшних условиях, но, тем не менее, по сути, все остается так, как я пишу. Это то, что касается меня. То, что касается вот такой резкой реакции Виталия, что я работаю с негодяями, я не могу это никак принять. И то, что говорил Павел Гусев и Елена сейчас прочитала, это его личное мнение по поводу того, что происходит на Украине, что говорит Киселев. То есть это то, как он это видит. Да, опять же, в тех условиях, когда ему приходится возглавлять, а я даже говорю про эти условия, и во многом я с ним согласен, вот такое серьезное, большое, общероссийское издание под названием «Московский комсомолец». Коллеги, я предлагаю послушать звонок. Ольга, простите, пожалуйста, уважаемые слушатели, что я не дала телефон прямого эфира, 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, по теме нашего разговора высказывайтесь, и мы задаем вам тот же вопрос, который мы задавали сегодня на московских улицах. Мы сейчас этот опрос послушаем. За что, с вашей точки зрения, наказаны руководители российских СМИ? Задавали мы такой вопрос людям. Мы послушаем сейчас Ольгу из Орла. Ольга, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я уже не первый раз вам звоню, и хотела бы высказать свое мнение по поводу, может быть, действительно, некоторые упрюки не очень оправданы, может быть, это немножко резко со стороны украинских коллег, но мне вот со стороны человека, который находится как бы в оппозиции действующего режима и власти, в принципе, отчасти это понятно. Сейчас такая ситуация, когда некоторые полутона, вот они как-то приглушены, и либо страна одна, либо страна другая, как бы вот немножко, может быть, наколена вот эта обстановка. Я своей страны хочу сказать, что журналистам и некоторым лидерам оппозиции, конечно же, не всем, что, конечно, эта критика, с одной стороны, обоснована, потому что люди, которые простые, критикуют власть, они очень рискуют гораздо больше, чем, например, те же самые, вот, например, какой бы привести, Мария Гайдар, например, или Павел Коныгин тот же самый. Я вот не могу его не вспомнить с той точки зрения, что была фотография, я, в принципе, тоже комментировала, где он, улыбаясь, фотографируется с бородаем. Вот для меня это, хотя, в принципе, у него, наверное, много хороших публикаций, для меня это точка отчета, хотя я как бы не вправе этого кого-то критиковать, наверное, и судить, вот, но все-таки понятие репутации какое-то должно быть. Я, например, не буду фотографироваться лично я с представителями этой власти, с ними улыбаться, то есть это как бы для них понарошку получается, то же самое в отношении Ходорковского, хотя я его уважаю, но фотография с Валерией, я, опять же, я, например, фотографируется с ней не буду, по политическим соображениям. Хотя мы рискуем гораздо больше, чем Ходорковский, если я скажу что-то даже вот в отрицании целостности России, то я скажу, что Крым не наш, открыто меня загребут, грубо говоря, за экстремизм, и я сяду, мои дети останутся без мамы. Вот эти люди, они могут, их как бы и на вот на вашей радиостанции говорят в открытую, и в принципе есть какие-то вот привилегии. И я хотела бы, чтобы больше вот таких людей было, как я, простых, которые рискуют гораздо больше, как, например, наш поэт, вот из Орловской области бывшим, который потерял все. Я не знаю, была ли у него семья, вот он высказал с поддержкой Украины, и он улетел с работы, он чуть ли не в тюрьме оказался, то есть человеку жизнь сломана, грубо говоря, и заступиться за него некому. Вот, а наши уважаемые, вот Михаил Ходорковский, ну, Катенова я не буду, тут не совсем, я согласна, вот, тот же самый Канеги, на другие журналисты, для них как бы это игра понарошку, то есть вот сейчас мы сказали, потом с ними пошли выпили, похлопали по плечу, но так не должно быть, уважаемые, то есть если мы боремся, то мы боремся, по крайней мере, вот, ну, это как бы мое мнение, репутация здесь, я считаю, очень важны эти люди, которые фотографируются с палачами, с представителями, которые вот в этих республиках, и здесь тоже на территории России, то есть поддерживают этот режим, для меня недопустимо. Почему они недопустимы? Для наших журналистов. Спасибо. Понятно, спасибо вам, Ольга, за ваш звонок, и я предлагаю теперь посмотреть опрос на улицах Москвы, за что наказаны руководители СМИ. Президент Украины Порошенко подписал указ, по которому он запретил въезд в Украину главным редакторам и некоторым сотрудникам российских СМИ, то есть «Комсомольской правды», «Раша Тудэй», «ВГТРК», «Лайф Ньюз», «Известий», «ТАСС», «НТВ», «Русского репортера». Вопрос такой, как вы думаете, за что украинцы наказывают российские СМИ? Ну, потому что, я думаю, дают информацию, которая их не устраивает, комментируют, может быть, каким-то образом события, которые тоже не устраивают местные власти. Наверное, они понимают, что нас оповещают не настолько реально, как им кажется. А почему они актеров не пускают? А почему они песцов не пускают? Ну, это уже понятно, что идет уже эта волна такая у них. Видите ли, Украина настолько непредсказуемая страна, что вопрос, за что там стоять в ближайшее время не может. Просто потому, что это Порошенко. И все. Единственное, кому он правильно запретил въезд, это Михаил Сергеевич Горбачев. Они ни за что не наказали. Просто взяли и запретили. Ну, надо бороться со своими страхами. То есть, когда люди о чем-то знают, допустим, и не могут этого принять, естественно, у них идет отторжение. Поэтому, ну, они сами, запретив это, они признали свою слабость. Пытаются как-то выпендриться. То есть, не могут ничего ответить нормально. Большая Россия, маленькая Украина. Вот хотя бы какие-то санкции показать, плюсы лета. Ну, пытаются как-то на этом еще отыграться. Ну, за то, что в российские СМИ показывают некоторые факты, которые украинские СМИ умолчают. Ну, вот эта вот война, ведущаяся в первую очередь между людьми, ну, как бы, новостная война, как бы, это, на мой взгляд, это самая тяжелая война. И люди, у которых мозг засорен вот такой информацией, не могут, наверное, как бы раскрыть глаза и трезво понять вообще, что происходит в мире. Ну, вот я бы хотела обратиться к своему коллеге Виталию Портникову с просьбой объяснить слушателям нашим и зрителям вот ту вашу реакцию, которую вы мне высказали в телефонном нашем личном разговоре. Ну, я не думаю, что это такая уж личная страшная тайна, которую я открою. Вы сказали, что вы не считаете глагол «наказывают» точным в этой ситуации. Не думаю, что все эти люди очень хотят ездить в нашу страну. У них вся собственность на Западе. Они все скупаются на Западе, в Парижах, Нью-Йорках, Лондонах. Мы им не нужны. Они сворованные у россиян деньги. Это, кстати, не относится к Павлу Гусеву. Сразу скажу, что Павел Гусев — это единственный человек, у которого прибыльное предприятие, реально говоря. А вся эта остальная шантропа, они же эти деньги тратят на Западе. Им-то что? Ехать в Украину, не ехать в Украину? Это для нас знак того, что мы не хотим бить пропагандистов войны на нашей земле. А то, что, как вы видите, кстати, по этому вопросу, эта пропаганда войны, она дает свои результаты. И даже люди, которые говорят, что они придерживаются честной точки зрения, они этого уже перестают ощущать. Вот как Александр, который говорит, почитайте мои статьи. Да у меня нет к нам ни малейших претензий, Александр. Но я читаю «Московский комсомолец», я вижу его сайт. Там публикуются лживые, человеконенавистнические, пропагандирующие войну тексты, а не мнение я. Вот что происходит. И это все, знаете, как зубы дракона, которые посеяны в почву, они дают плоды. Я не буду с вами миндальничать. Весь наш диалог должен свестись к трём словам, к одному моему совету. Думайте о себе, о своей семье, о своём будущем. Большая ордынка 56. Получите репатриационную визу и уезжайте в Израиль, пока всё это не руководит. Виталий, ну перестаньте. У меня уже дочка там служит в армии, но я как-то люблю свою родину под названием СССР и Россия. Такое бывает. Виталий, такое бывает. В Израиль, они служат ДНР. Это действительно правильный выбор. Но только я бы хотел, Виталий, раз вы говорите... Всё-таки я хотел опять же предметно. Вы можете назвать конкретную статью с человеческим ненавищественским посылом в адрес Украины, которая была опубликована в Московском комсомольце. Пожалуйста. Ваши же коллеги рассказывали о правильности аннексии Крыма. Это было ни разу, ни два в вашем издании. Они говорили о Донецких и Луганских народных республиках как о гражданском конфликте на нашей земле, не замечая, что это оккупация, не желая это писать. Это было в вашем издании. Ваше издание писало, что Боинг уничтоженный. Фактически при личном участии президента России Владимира Путина и его преступного окружения, что его сбили украинцы с самолета. Это было в вашем издании. Переверните страницы. Ваше издание укрепляло российское общество в неосознании той преступной роли, которую играет сегодня Российская Федерация в мире. Вот знаете, уж как телевизионному критику, просто предложу вам простой образ из телевизионного сериала. Вот мы, как эти несчастные, знаете, одичалые из «Игры престолов», которые пытаемся прибиться к людям. А вы это племя белых ходоков. Ничего живого нет. И от того, что у вас 14% этих белых ходоков еще помнят, что они когда-то были людьми, нам от этого не легче. Мы просто хотим уйти от смерти. Ну, опять же, не надо обобщать, надо смотреть просто на каждого человека. И там, во Московском комсомольце, есть статьи объективистские. Есть статьи, действительно, о которых я не хочу комментировать. И с некоторыми посылами вашими я мог бы согласиться. И есть совершенно антивоенные статьи именно против политики России в Украине. То есть, вот это такая газета на сегодняшний день. И я ее принимаю, потому что я в ней работаю. И я, еще раз говорю, я очень горжусь, что я работаю в этой газете. Я еще раз повторюсь. Я вообще не хочу, чтобы наша программа получалась. Да, но у нас просто, понимаете, Виталий, нам в любом случае приходится говорить об МК, именно потому что, во-первых, это действительно единственный главный редактор, который жестко будет добиваться отмены вот этих санкций в свой адрес, с которого они действительно... Вот вы говорите о собственности, там, о каких-то вещах, которые действительно не делают это наказанием для них. Им это не нужно. А вот ему это нужно. Поэтому мы говорим сегодня о нем. Ему нужно ездить в Украину. Он хочет там быть, он хочет там бывать. И его эти санкции очень больно, больно задели, в отличие от других, которым, может быть, действительно все равно. Но вот я сейчас прочитаю еще вам две реакции людей, которые попали в этот список. Ну вот Маргарита Симоньян прочла санкционный список Порошенко, официально приглашая всю означенную компанию к нам домой отметить это дело крымским шампанским. Виталий Лейбин, главред русского репортера. Отвратительно. Я, значит, пока не могу приезжать в родную Украину, видеть коллег и друзей, делать журналистскую работу по обе стороны конфликта. Я надеюсь, что, по крайней мере, те украинские и западные коллеги, которым помогали в Донбассе, в том числе в непростых ситуациях, осудят глупые незаконные решения Порошенко. Но там у Лейбина вообще очень отдельная юридическая ситуация. Он гражданин Украины. То есть ему запрещен въезд в Украину. И он при этом является гражданином Украины. Я думаю, что он тоже пойдет по каким-то юридическим другим дорожкам, связанным ровно с этим. Вот он, кстати, сейчас у вас на экранах. И я вам прочитаю мнение Владимира Сунгоркина, главреда комсомольской правды. Я это могу отнести только к тому, что там совершенно сошли с ума. Это вот я уже веселюсь, когда читаю такие вещи от Владимира Сунгоркина. Считать меня врагом украинского народа – это просто оксюмарон. Я на Украине регулярно бывал и последний раз, когда я сбирался Порошенко. Но что поделаешь, будем ждать, наверное, когда сменится режим и вернутся нормальные времена. То есть сейчас времена, которые считают комсомольскую правду другом, врагом украинского народа – это времена ненормальные. Ну вот вам, пожалуйста, несколько мнений. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что только Павел Гусев высказал совершенно определенное желание, намерение судиться даже в европейских странах за право ездить на Украину. Поэтому, Виталий, вот я объясняю, почему мы сегодня о нем в основном говорим. Что он как-то вот выпадает даже по своей реакции. Москва, Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня много друзей, родственников в Украине, по всей Украине. Я там бывал и еще бывал совсем недавно. И удивительно то, что украинцы очень хорошо чувствуют свою страну, гораздо лучше, чем мы. Мы чувствуем не страну, а ее величие и имперскость в лучшем случае. И, понимаете, ситуация такова. Они все воспринимают эту ситуацию как рану. Рану своей страны и свою рану. И вот каждый из упомянутых, вот кто хоть чуть-чуть допустил мерзости в адрес Украины, это как соль на рану, как еще одна крупинка соли. А мы сейчас с вами рассуждаем. Ну подумаешь, там еще несколько дополнительных крупинок, такая мелочь, но не могли бы они потерпеть. Так у них болит. Ребята болит. Я не судья Гусеву. Я, его газета, одна из лучших у нас. Ну, я понимаю сложность его положения, но надо понять и их. Потому что реально то, что встречается у него, это вот еще такие вот мелкие крупинки соли на рану. А кроме того, я очень хорошо сейчас понимаю яскость, вопрос виновности. Я к тому, что для нас это не просто чужая для некоторых многих боль на Украине. Это боль, которую причиняет наша страна. И уж не знаю, насколько можно ли в чем-то обвинить Украину. Но мы-то с вами виновны все вместе и каждый по отдельности. По отдельности, по разному, но все вместе, как вот в свое время граждане Третьего рейха. И мне очень странно, что мы это еще обсуждаем. Допустимо ли Украине терпеть вот еще по мелкой крупинке боли, которую кто-то вольно, кто-то задел, а кто-то невольно, как Гусев, причиняют. Спасибо, Аркадий. Вот, да, мы ваше мнение услышали, и мы ждем других мнений. Понимаете, тут, конечно, вопрос-то состоит вот в чем. Их же очень много, этих журналистов и этих изданий, которые пишут вот так. Которые пишут «Крым наш», «Давай, помогай Донбассу» и так далее. И вот, Виталий, я что хочу сказать. Смотрите, что получается. Получается, что отец за сынов отвечает от и до. Получается, что этот журналист, который написал «Крым наш» и «Донбасс наш», он прекрасно продолжит ездить в Украину. Потому что за каждым не набегаешься журналистам, которые пишут это. А Павел Гусев не будет ездить в Украину, который сам своими руками там, допустим, каких-то вот этих вещей не писал. Вот считаете ли вы это справедливым? Потому что действительно невозможно составить санкционные списки на каждого российского журналиста, который писал такие вещи. Вот как вы на это смотрите, что человек должен ответить за любую заметку, написанную своим журналистом? А этот журналист при этом совершенно останется, ну, чистеньким, не то чтобы чистеньким, ну, не чистеньким, я хочу неправильное слово подобрала, ненаказанным. Все-таки я продолжаю называть запрет ездить в Украину наказанием. Я хотел бы еще разовно кончить, что я не являюсь представителем власти и составителем санкционных списков. Ну, я понимаю. Если Павел Гусев будет в юридическом порядке оспаривать свою невозможность ездить на Украину, то это его полное право, как любого человека. Я спросила, должен ли он ответить. Так как господин Лейбин, в общем, если он гражданин Украины, то ему никто, это значит, просто обыкновенная чиновничья недоработка. Господин Лейбин может взять свой украинский паспорт, и его никто не сможет остановить. Никто не сможет гражданину Украины не разрешить сюда въезжать. Другое дело, уже внутри страны ответственность, это уже выбор каждого гражданина. Каждый наш гражданин может свободно въехать в страну, включая господина Януковича и господина Азарова, а не то, что господина Лейбина. Пусть приезжают. Но, что касается журналистов, которые поддерживали анексионистскую, агрессивную, человеконенавистническую, бандитскую политику Путина и его комарини, то если они приезжают в Украину с целью профессиональной деятельности и пытаются получить аккредитацию при Министерстве иностранных дел Украины, я считаю, что им должно быть в аккредитации отказано, а сами они из страны, вне зависимости от того, есть ли они в каких-то таких списках или нет, высланы. Вот это простой мой ответ. Любой российский журналист, который поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе, не имеет никакого права здесь быть аккредитован. Им должен быть выслан из этой страны в течение 24 часов после подачи заявления об аккредитации при Министерстве иностранных дел Украины или других структурах. Что касается поездок частных, ну, безусловно, тут уже сложнее. Тут мы всех не остановим, но будем стараться. Понятно. Я вот очень, конечно, очень жду на связи у нас должен вот этот певец Павел Гусев, потому что просто вопросы к нему накапливаются. Но тем не менее, Александр, а вы считаете, вот вы-то сами согласны с тем, что, ну, может быть, вот с тем, что делают украинцы в отношении людей, которых они считают врагами своей страны, врагами нации, врагами безопасности? Вот вы можете понять их, когда они такие запреты? Я сейчас не о Павле Гусеве. Я говорю о тех, которых я считаю, вот, я лично считаю пропагандистским таким оружием. Лен, я очень их хочу понять, и именно поэтому я еду завтра в Киев просто поговорить с людьми, с разными людьми. Потому что эта информация, которая идет, естественно, с экрана, это вообще о ней говорить не будем, но даже и интернет-информации, это все недостаточно. Я понимаю, кстати, боль, хочу, понимаю боль вот нашего слушателя, который был только что. Вот это, вот настоящая боль русского человека, понимающего очень многое. И я с ним солидарен. И я стараюсь понять боль и Виталия, и Айдера. Но я живу здесь, и я стараюсь говорить правду, как я ее вижу. Я не могу отвечать за других людей. Я понимаю, что это болит. У меня это болит постоянно. Вот как все это началось, так просто и до сих пор болит. И я понимаю вот ту тональность, которую это Виталий говорит, даже здесь тональность какое-то неправильное слово. Потому что у него это болит в сто раз больше. Я это понимаю, Лена, я это понимаю. Вот сейчас, надеюсь, я все время надеюсь на то, что Павел Гусев появится на связи. Вы знаете, Александр, я, ну вот надеюсь, что он все-таки... У меня к нему очень важный вопрос. Не знаю, сможете ли вы на этот вопрос ответить. Посмотрите, какая происходит... Я пока поделюсь своим мнением с вами, коллеги. Какая происходит удивительная вещь. Вот Павел Гусев называет Дмитрия Киселева человеком, примазавшимся к журналистике. Он его... То есть он его уже выводит из состава журналистов. Он называет его кем угодно. Вот он говорит сексот, он говорит провокатор, он говорит что-то такое... Вот... Какие там еще слова? Негодяй. Негодяй, сексот, провокатор, примазавшийся к российской журналистике. Но при этом он говорит, что я отдам там свою жизнь, ну это я так утрирую, но тем не менее буду бороться за то, чтобы... Вот дальше говорит, неважно в каких изданиях они работают, неважно о чем говорят и пишут, они имеют право высказывать точку зрения, которая придерживается их изданий. То есть он берет и сам себя тем не менее уравнивает и ставит на одну доску с сексотом примазавшимся, с непримазавшимся. Но тем не менее для него это все пока какая-то вот одна группа. Вот как вы на это смотрите, Александр? Ну, я смотрю, надеюсь, Павел Николаевич еще тоже скажет. Я тоже надеюсь, но вот... Я смотрю вот еще как. Кроме того, что он главный редактор и практически владелец московского комсомольца, он еще председатель Союза журналистов Москвы. Это как бы некая другая миссия, другие обязанности. Кроме того, его принципы таковы, насколько я их понимаю, что он не приемлет вообще любые санкции против журналистов за высказывание ими своего мнения. Другое, что свое мнение мы можем брать в кавычки, мы можем относиться к этому иронично или зло, но вот так он считает. Он считает, что слово не должно быть наказано. На Украине считают по-другому. Я еще раз говорю, я это понимаю, то, что говорит Виталий, то, что говорит Павел Гусев, он старается быть здесь объективным. Да, но видите, Саша, он в одном месте, в один момент он их называет сексотами примазавшимся, а в другом месте он говорит журналисты. Вот весь вопрос, о ком он говорит? Он о журналистах или о сексотах и примазавшихся провокаторах? Вот в чем вопрос. Но он получил обвинение от господина Киселева в том, что вот когда Гусев услышал, увидел свою фамилию в этом списке, вот только тогда он стал говорить, а когда под санкции попали такие люди, как Киселев, он якобы молчал. Он на самом деле не молчал. Он делал и старался делать все, чтобы этого не было. Другой, он российский издатель, российский редактор. И он выступает здесь вот в неком таком качестве, который действительно получается по другую сторону окопа. И он, да, он доверен лицо Владимиру Путину. Это тоже фактор некий. То есть это идет здесь большая политическая, ну, можно сказать, игра или жизнь. Я не знаю уж, как это сказать. И Гусев вот в центре часто бывает в водовороте этой ситуации. Да, ему приходится так или иначе лавировать. Но тем своим лавированием он прикрывает тех людей, в том числе, кто честно старается писать, в частности, о событиях на Украине. Я говорю вот и о себе, безусловно. Юлия из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, меня вообще поражает безнравственность наших представителей газетного и прочего мира, когда они обижаются на санкции Украины. Ну, как это возможно? Они все должны стоять, вообще говоря, на коленях, каяться, посыпать голову пеплом и просить прощения у Украины, на которую напала их страна. А не требовать свободы слова и прочее. Они никакие не журналисты. Вы в самом начале правильно совершенно сказали, что это войска, пропагандистские войска, на которых столько же крови, сколько на генералах и тех, кто... И еще больше. Штрайхеры повесили вместе с самыми главными, так сказать, зачинщиками Второй мировой войны. И они все вот именно таковы. Они виноваты перед Украиной. За исключением... И они никакие не журналисты. За исключением нескольких человек, типа Игоря Яковенко, вот еще там... Ну, мы знаем их имена. Ну, вы перечисляете тех, кто не обсужден под санкцией. Журналистами даже называть нельзя. И как они могут на что-то обижаться. Что касается Гусева, ну, конечно, по степени подлости, там, продажности и прочее, его не сравнить с Китилевым. Но когда он начинает критиковать Украину за отсутствие демократии, это человек, который живет в России, где демократии намного меньше, чем в той же Украине. И он прекрасно это знает. Ну, это просто непостижимо. Юля, спасибо. Вы мне напомнили одно. Просто он еще больше в нашей газете критикуется порядки именно в России. И отсутствие демократии выставляется там вот в чистом виде. Здесь гораздо больше мы говорим о России. И критикуем ситуацию, и критикуем Путина, и власть как таковую. Юля, ты вот за что благодарна. Я упустила один момент в нашем разговоре, на котором я хотела остановиться. Но сейчас уже времени нет. Я еще Виталию должна дать слово. Но я хочу напомнить, что я совершенно не помню, чтобы до войны Украина объявляла запрет на въезд к каким-то там журналистам. Я таких случаев не помню. Но я прекрасно помню, кто явился прародителем всей этой истории с запретом на въезд журналистов. Российская Федерация. Мы уделаем Наталью Морарь, надеюсь, что еще живо в памяти. То есть моду на запрет журналистам с заграничным паспортом, живущим в России, писать критические публикации, например, о черной кассе Кремля, вводила Российская Федерация. Чем вот еще до всех, ведь очень, вообще Украина очень долго всю эту машину, вот у нее колесики крутились медленно, с запретом российских каналов, с этими списками. Кто бабахнул, жахнул по невиннейшему человеку, замечательному журналисту-американцу Дэвиду Саттеру, который побывал на Майдане в свою голову, после чего уже не въехал в Российскую Федерацию. Российская Федерация не пустила человека, который побывал на Майдане, это был в 13-й год еще, то есть еще до Крыма. Понимаете, то есть мы вот этот момент все время упускаем, как бы начинаем бороться, ну и обсуждать украинскую недемократичность. Это я, жалко, что этот мой монолог не слышит Павел Гусев, короче говоря, я все как бы ему, а он все время сидит на ихе. Виталий, пожалуйста, вам слово. Я только хотел поблагодарить и вот и слушательницу, которая вот сейчас выступала, и слушателя, который был перед ней, потому что у них совершенно ясные ценности. Вот вы говорили, почему Гусев пишет так, а Гусев потом так. Да потому что у него ценностная каша в голове, как и у многих людей, которые считают себя властителями Дум в России. И когда эти люди, которые звонят вам в эфир, говорят об ответственности перед Украиной, о своей собственной ответственности и вине, они тем самым подтверждают то, о чем мы говорим постоянно. Когда я попытался поднять эту тему, личной ответственности каждого российского гражданина за военные преступления из его страны, на меня же ополчились не Киселевы с кулистиками, а самая такая псевдолиберальная шушера, которая не желает брать на себя ответственность за действия собственного государства, для которой России удобно только тогда, когда она приносит ей дивиденды, а не тогда, когда она совершает преступление. И эти люди точно такое же не имеют никакого отношения к русскому народу и его подлинным чувствам и эмоциям, как Путины, Лавровы, Добродеевы и прочие мерзавцы, которые рано или поздно, вне зависимости от того, в армии они, с погонами они, в Кремле они или в ГТРК, предстанут перед военным трибуналом и получат заслуженное наказание за свои преступления. Одни за ракеты, бомбы и самолеты, а другие за передачи и статьи. И это будет заслужено. Спасибо, Виталий. Я по поводу каши в голове не согласна. Я прекрасно знаю, вот у меня история, вот московский комсомольц перед глазами, мы все последние тут сидим, не знаю, сколько лет, не буду называть, в эфире, в программе «Час пресса» с тем же Павлом Гусем. Это не каша в голове, это компромиссы, компромиссы, еще раз компромиссы, которые позволяют себе главный редактор, на который вынужден идти главный редактор для спасения издания. Весь вопрос, мы все время с ним вели этот диалог на протяжении многих лет, где вот эта грань, где нужно остановиться и не пойти, даже если это издание рухнет, даже если этот бизнес рухнет, и не пойти на этот компромисс. Но, видимо, такой границ, все-таки слишком велика ответственность этого человека за коллектив, за свое дело, и слишком оно ему дорого, что где-то он не думает, что это каша в голове, я думаю, что это все-таки и его доверенное лицо Владимира Путина, и его позиция. Наверняка он говорил, что Крым наш, я не читала, но думаю, что не говорил, да. Не знаю, я такого, во-первых, не слышу, а то, как он лично думает, это его право. Да, я бы не удивилась, если бы он для того, чтобы вот как-то... Я прекрасно помню кампанию травли московского комсомольца после заголовка, который опубликовал Айдер Муждабаев колонн, «Травли многолетняя», и которая тоже могла закончиться гибелью издания. То есть я-то это все вижу как цепочку, бесконечную цепочку компромиссов, которые, к сожалению, вот в истории с Украиной становятся трагическими компромиссами. То есть если раньше это касалось компромиссов с внутренних, с Российской Федерацией, вот внутриполитических компромиссов, ну вот мы примиримся с Путиным, то теперь примиримся с позицией Путина по отношению к Украине, этот компромисс уже становится действительно ножом по сердцу. Не только примиримся, но есть и критика Путина, и политики Путина в достаточной степени московского комсомольца, Лена. Это просто идет такая комплексная политика, в том числе Павла Гусева, в ответ на ту политику, которая есть сейчас внутри России. Это все очень непросто. Жалко, что он не успел поучаствовать в нашем эфире. Мы должны закруглиться и закончить без него. Это была программа «Лицом к событию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова